Снегопад 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 Ситуация с дорогами чуть лучше, но тоже далека от идеала, подчеркнули в ходе совещания. Подтвердили это и в пассажирском автопредприятии. Если вторая часть города практически своевременно была очищена, то вот гора, барки и район аэропорта вызвали много вопросов, связанных с безопасностью не только автомобилистов, но и многочисленных пассажиров городских автобусов. Помимо гора Яковска, я еще раз заостряю внимание, когда у нас есть подъезд аэропорта к улице Гридинская, то есть там идет пологий угон и если мы допустим скользкость, мы автобусы, машина тяжелая, 10-16 тонн в зависимости от марки машины плюс пассажиры, то есть машину можно просто-напросто поднести на улицу Гридинскую. И вот этот убор надо держать в особом контроле. Погода на прошлой неделе была нестабильна. Сотрудники ГИБДД неоднократно предупреждали о изменениях погодных условий, но избежать дорожно-транспортных происшествий не удалось. Большинство аварий произошло 14 и 15 ноября, когда на дорогах образовалась гололица. За два дня на территории Великой Устьевского района произошло 10 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом. Основная часть дорожно-транспортных происшествий это в городе Великий Устьев. ДТП с пострадавшими, с погибшими не зафиксировано. За эти дни мы выставляли дополнительные наряды, в том числе и на трассе предупреждали участников дорожного движения. 15 предписаний и 4 штрафа за 3 дня – таковы итоги работы компании, ответственных за содержание дорог и тротуаров. Подводя итоги совещания, глава района выразил надежду, что коммунальщики впредь будут относиться к своим обязанностям более ответственно. Ведь в Великом Устьеве проживает немало людей и с ограниченными возможностями здоровья, которые относятся к категории маломобильных граждан. Им передвигаться по заснеженным тротуарам намного сложнее. Представители власти в очередной раз обратили внимание подрядчиков на то, что город должен быть убран до начала рабочего дня, в противном случае последуют штрафные санкции. Город Великий Устьев, Великий Устьев, один из четырех городов, который носит название Великий. Пять улиц, три татуара не можем очистить. Запомнилась прошлая неделя и отмена регулярных паромных рейсов через Северную Двину. Установившиеся отрицательные температуры воздуха и интенсивное шугообразование поставили под вопрос продолжение паромных рейсов на заречную сторону с берега на берег. Двое из трех перевозчиков прекратили работу, заведя суда в Затон, а уже с 14 ноября речные перевозки прекратились полностью. Единственным спасением для жителей за речной стороны оставался катер ледокольного типа, приобретенный в этом году. После нескольких рейсов и его работу пришлось свернуть. Применять в таких условиях судно на воздушных подушках тоже небезопасно. Тем не менее, спасатели осуществляют дежурство и в случае необходимости готовы выехать на помощь, в том числе и ночью. СВП находится на оперативном дежурстве круглосуточно. Уже на сегодняшний день было проведено пять экстренных выездов. Из них три санитарных выезда. Рейс доставляли врача специализированного на ту сторону и заставляли оперативную группу. Ситуация непростая, понимают об этом и в правительстве области. Чтобы найти пути решения транспортной блокады, по поручению губернатора в Великий Устюг прибыл Виктор Рибишин. Виктор Владимирович курирует в областном правительстве вопросы гражданской защиты и социальной безопасности, охраны окружающей среды и природопользования. Главная задача наладить сообщение с заречной стороной. 21 ноября утром было принято решение начать пассажирские перевозки рейсом в 15 часов для людей, остро нуждающихся в переезде на заречную сторону. 22 ноября рейсы будут совершаться в 7.30 и 15 часов. Об этом сообщает администрация района. Жители просят пользоваться переправой только в случае крайней необходимости и без крупногабаритного багажа. Скорейшее наведение ледовой переправы еще один не менее важный вопрос, рассматриваемый на совещании. Подрядчик уже известен. Главное сегодня природный фактор. Постоянные отрицательные температуры. Вот что требуется для начала работ. Остальное дело техники. Подготовлена техника. Помпы. Люди. Ну и там все уже идет ручной. Гидрологи предполагают образование ледостава на реках Великоустюского района прогнозируется на конец ноября, первую неделю декабря. Сейчас уровень воды ниже среднего. В районе Великого Устюга он составляет 92 сантиметра. В моем понимании, что с 15 декабря, при такой вот температурном режиме, будет уже организовано пешее передвижение. При намораживании более 25 сантиметров толщины переправы, мы запустим 3 тонны автомобилей. А потом уже с нарастающим выпускать. Все необходимые службы, которые здесь есть, это и ГИМС, это и спасатели, и полиция, они будут дежурить, чтобы у нас не было никаких отклонений от тех параметров, которые будут установлены по переправе. Напомним, с 15 ноября действует запрет выхода и выезда на лед, информируют сотрудники ГИМС. Тем не менее, многие пренебрегают мерами предосторожности и подвергают свою жизнь смертельной опасности. В селе Устье Вологодской области сотрудники полиции заметили, что примерно в 100 метрах от берега реки Кубина под лед провалился человек. Стражи правопорядка взяли лодку и потащили ее по льду в сторону человека. При приближении к утопающему оказалось, что это ребенок. Полицейские подняли его в лодку, быстро переодели в сухую теплую одежду, перевезли на берег, где передали медикам. Хочется узнать о здоровье вашего сына, Наниила, после вчерашнего происшествия. Все хорошо, жалоб нет у нас на данный момент, он находится дома. Хочется сказать, чтобы вы, как мать, провели с сыном беседу о том, что в такие погодные условия нельзя выходить на лед. Сотрудники ГИМС убедительно просят граждан провести беседы со своими детьми. Возможно, они также испытывают судьбу, выходя на неокрепший лед рек и водоемов. Даже обычный разговор может предотвратить трагедию. Программа выходит при содействии Управления информационной политики Вологодской области. Продолжение следует...